Врачи скорой жалуются на низкие зарплаты, пациенты на медленное обслуживание. В некоторых регионах страны служба скорой помощи осталась почти без врачей. Все потому, что с начала года система оплаты трудомедиков изменилась, зарплаты упали и работники неотложки начали массово увольняться. Диспетчер скорой помощи жалуется, что ей некого отправить на вызов. Пациенты ожидают часами. Хорошо, вызовем. Вот в данный момент 36 вызовов. Бригады не одной. Идет задержка на вызовы. Вот уже задержан на температуру полтора часа. Идет задержка. Глава болит. Ну вот даже кровотечение у беременной 57 минут я не могу никому отдать. Совершенно. Вызов очень много, бригад не хватает. На срочные вызовы ехать некому. Вместо 48 машин выехать могут только 38. Причина – не хватает сотрудников. Диспетчер Елена Рахвалова работает в скорой уже 20 лет. Сейчас на вызовы уже не выезжает. Говорит, что работать становится совсем невыносимо. Приходится выходить на службу пятые сутки подряд. По регламенту – сутки через трое. Причины те же – низкая зарплата и нехватка сотрудников. Вот я сегодня сама, честно сказать, я забыла, какие сутки – пятые или шестые. Я работаю сутки через сутки. Чтобы как-то можно было нормально прожить. Потому что зарплата в 20 тысяч – это грязная миноставка. При нашей жизни, вы понимаете, это не зарплата. С низким уровнем зарплаты работы становится только больше. Сезонно сейчас температура очень много. Очень много детишек болеют. Температура взрослая также. Давление много. Плохо сердца много. И травм, гололед. В водительной отложке Игорь Кочкарев утверждает, что в последнее время водители научились уступать дорогу карете скорой помощи. И по городу стало передвигаться проще. Есть такие, особенно молодые водители, которые пальцы веером. Кто мы спешим, не спешим. Они все равно стоят на своем, подрезают. Поэтому и совершаются, конечно, ДТП. Но в основном, конечно, уже идет лучше. И народ устал понимать, что все-таки, если есть возможность, они пропускают. Каждый выезд на встречную полосу и сиренами, все равно это есть уже, как сказать, напряжение, нервничание. Особенно, когда человек в машине плохо чувствует, что доли минуты там какие-то решаются, довезем, не довезем, чтобы он выезжает. То, естественно, конечно, напряжение есть. Дороги – это наш бич. Это уже никуда ты от этого не денешься. Поэтому одно дело по хорошей дороге ехать быстро и хорошо, а с другой – еще и ямки надо объехать. Водители с московскими номерами встречаются, то они лучше уступают дорогу, чем наши рязанские. Лиза Стеблевская работает полгода. Говорит, что профессия ей нравится, но со стороны пациента бывает недопонимание. Единственная претензия пациентов – то, что задержки. Некоторые, не все люди понимают, что мало бригад, и поэтому мы не можем. Они просто думают, что мы долго едем там. Наши граждане, ну, как бы не понимают, я думаю, они работают в скорой помощи. Ну, 37,5 температура. Ну, все мы люди взрослые, ну, можно же принять таблетки, правда? Опять работает клиническая служба вызвать врача на дом. Три-четыре дня они сидят дома, никто не лечится. Они не принимают ни препараты, ни какими-то методами, естественно, потом осложнения. Это пневмония, это и менингит сейчас есть. Пневмония тяжелая, естественно, уже госпитализация требуется. По данным социологов, 65% россиян довольны качеством работы службы скорой помощи. Несмотря на оптимистичный показатель, сотрудникам неотложки каждый день приходится сталкиваться с хамством и даже угрозами от недовольных пациентов. Но все меняется, когда пациент осознает, что несмотря на пробки, количество выездов, тяжелые смены и низкие зарплаты, ему оказывают жизненно необходимую помощь. Поэтому меньше критики и побольше уважения и понимания. Людям такой непростой профессии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова